ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНКА ПАРКА МЕЧТЫ Как кто-то написал, какие мечты, такой парк получился А боты палятся на том, что Видно, там, с двух аккаунтов Заходят между собой, переписываются И даже того, чего не было, вот обсуждают На полном там серьезе Плюс 7903, 797, 633 А мы про ФНС сейчас, про ФНС Вы переписываетесь, у нас каждое сообщение платное Вы нам поднимаете рейтинг Мы, те, кто, как говорится, в парке мечты Заплатил за пиар Мы благодарны вам Очень огромное спасибо Когда будете на ютубчике Тоже обязательно негативчика понабросайте Нам это очень полезно То, что касается ютуба, у нас видеотрансляция Из студии И я напомню, что в 10 утра появится здесь Дмитрий Борисович Орешкин, независимый политолог С которым главные политические новости Будем обсуждать Сейчас давайте действительно немного экономики Причем экономики нашей С вами, да, которая касается непосредственно нас И самое главное у нас 1 апреля уже Вот смотрите, да, здесь в редакторской группе попался материал Который вышел в издании «Собеседник» Под заголовком «Зачем налоговый контроль за электронными кошельками» Да, то есть там такой, знаешь, из разряда Вопрос из зала Вот, я прям вам зачитываю От Олега из Москвы Слышал, что с 1 апреля налоговая инспекция Будет получать от банков информацию о наших электронных кошельках И как бы вопрос задает человек То есть теперь они будут контролировать не только банковские карты И зачем им это нужно Слышали ли вы, Дмитрий Валерьевич? Отвечаю И что вы, главное, по этому поводу думаете? А потом я экономистов прочитаю А потом мы еще и созвонимся Хорошо, давай ты созвонишься Значит, то, что знаю я Значит, с 1 ля должны начать сводить нас в домохозяйство То бишь, условно говоря, тебя, бабу твою, ну и далее по списку И ваших детей Вот все переводы, которые вы делаете по картам, там, детям на 10 рублей Потом туда же, дочислить, должны свести вас с друзьями Прибавить к этому все юридические лица, в которых вы работаете Или они вам принадлежат вот этому некому общему кругу Сейчас эта система позволяет это делать И база, в общем-то, сводить И ключевое, предъявлять претензии Насколько твои доходы и расходы соответствуют друг другу Вот и все Ничего только экстраординарного Что вас возмутило? Что доступ? Мы в прошлом году обсуждали, что налоговики получат доступ к нашим личным счетам То есть, смотри, они будут просматривать мои переводы, например, на предмет регулярности? Да, Дашенька, по-другому Объясним Объясняю Для младшего офицерского состава Да, для младшего офицерского состава Представь, что ты получаешь заработную плату на радиостанции Представь за все, что ты платишь, неважно Ну, ты, например, пошла с Анной Сергеевной, например, кофейку Она тебе кофейку купила, и ты заплатила, она тебе купила, а ты перезапила там 340 Она вас уже объединили, вас уже кружком так обвели, что вы дружите Соответственно, если не дай бог Анна Сергеевна когда-нибудь будет писать фриленсам где-нибудь статейку какую-нибудь Получать там свой там рубль полтора за знак Вас уже объединят чуть-чуть пошире Потому что она будет там какая-нибудь самозанятая С тем юридическим лицом И будут сводить И вы уже появитесь Вот таким облаком То есть каждый твой перевод Каждый твой безналичный платеж Это считай, что вот ты прямо Вот прямо перед тобой сидит Минимум налоговый инспектор И минимум какой-нибудь следственный комитет Ну понятно, что по мелочевке тебя трясти Хорошо, нет, подожди, но мелочевка тоже бывает разная Предположим, вот у меня, например, у знакомых Сейчас мы часто хвалим, друзья, наш банкинг Это очень удобно Один приятель у другого занял крупную сумму денег Очень крупную, там порядка под миллион И отдает эти деньги по частям То есть такая договоренность То есть смотри Он каждый месяц своему другу переводит Какую-то сумму Условно пусть это будет 50 тысяч рублей Но делает это каждый месяц Регулярно Скажи мне, пожалуйста, но ведь Эта выплата может быть засчитана налоговой Как, например Как доход Да Как доход Она не является Это я должна буду идти и доказывать, что это не доход А возвращение долга Естественно И более того Поскольку возвращение долга А вы, когда заключали этот договор Не получил ли материальную выгоду Твой тот товарищ, который получил деньги А, который получил деньги Конечно, подожди Получил ты Можешь получать в данном случае выгоду И твой товарищ может получать выгоду Ведь он мог получить деньги Ниже ставки рефинансирования А что вас так сразу тормозит? Дарья Александровна Вы все же Все же достаточно прозрачно И главное Все это уже лежит на поверхности И давно уже лежало Поэтому сейчас Загон в безналичку Он идет исключительно для шкуривания Не для какого-то там терроризма Никого этот терроризм Уже там 300 раз не волнует Он интересует ваши личные бабки Вот там гаражик вы сдаете Получаете деньги на карточку Квартирку сдаете деньги на карточку Регулярно кому-то денежку дали У вас Вас можно еще, соответственно Загнать еще в предпринимательскую деятельность Ты знаешь, Дим Сейчас Меня можно обвинить будет в том Потому что я опять ворчу Не ворчи Но По-моему это довольно странно Когда люди Которые обладают Например Непонятно на какие средства Приобретенными квартирами Землей В Подмосковье Яхтами в 150 метров Будут контролировать Переводы по 10-15 тысяч И если посчитают нужным То еще и дополнительным налогом А вот я тебе теперь отвечу А я вам У вас есть вопрос Так я вам отвечу А я вам отвечаю Дело все в том Что ли о людях О которых вы так Пренебрежительно сказали Что они владеют Миллиардами Миллионами И всем остальным Причем не рублей Я подчеркиваю Те, которые владеют Ими непонятно откуда взявшимися Абсолютно Но только ты не забывай Этих людей нету в базе Эти люди как называются Оборвалки в базе Это ты Извини По имени, фамилии, отчества И своему ИНН значишь А они Исключительно для того Чтобы Как говорится Обезопасить Крупные капиталы Они оборвалки в базе И поэтому Свести их В домохозяйство Невозможно Ни при каких обстоятельствах Ты-то как на ладони В том числе И потому что Тебе так удобно И есть Они Как каста Каста контролирующих Да Таких И мы Общая такая каста Которую можно сводить По юридическим Физическим По имущественному комплексу По машинкам По штрафам Вот такая Единая база По твоим переводикам Твоим несчастным покупкам На каком-нибудь Алиэкспрессе Каких-нибудь Копеечных труселей Или проводочков Вот это все В одном кусочке Ну вот давай Через несколько минут Буквально мы свяжемся С ведущим Экспертом Института современного развития А сейчас Вот по крайней мере То что пишет Раз уж и толкнулись От материала собеседника Вот ответ Собеседнику Экономиста Налоговая теоретически знает Какие у вас счета Карты в банках А теперь будет знать И об электронных кошельках Но теоретически Они не могут заглянуть внутрь И проследить Движение средств Без специальных процедур Для этого нужен повод Расхождения доходов И расходов Скажем у человека Зарплата 50 тысяч рублей А он покупает себе Дачу за дачу Если налоговая Заподозрит нас в том Что мы уклоняемся От уплаты налогов И примет решение Сделать запрос То банк будет вынужден Передать ей информацию О движении средств По банковским картам И электронным кошелькам Когда заводится уголовное дело Банковская тайна Исчезает Ну сейчас это практически Номинально Сейчас Службы безопасности Сильных компаний Крупных компаний Получают Выписку По вашим Расчетным счетам В общем За не очень Сложный Гешефт Поэтому Не обсуждайте Это все Пожалуйста В будущем Времени Итак Крупные Компании Окологосударственные Государственные Службы безопасности Видят Не только Вашу Справку 2НДФЛ Они реально Видят Все ваши счета Во всех банках Которые вы есть Там Привязка очень простая Фамилия Имя Отчество И вываливается Весь списочек Другое дело Какие они на эту тему Выводы делают Это уже второй вопрос Ну что друзья Давайте эту тему Обсудим в эфире На связи со студией Ведущий эксперт Института современного развития Экономиста Никита Иванович Масленников Никита Иванович Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Да Зачем им электронные счета Электронные кошельки Я бы сказал бы Наши Наши Это кому это им Федеральная налоговая служба Да Ну да Ну так ведь Большой брат бдит И можно контролировать Все понятно Ну на самом деле Не так Все Не так все Как-то страшно Потому что Потому что Ну да Ну Есть вот такие Намерения Усиливать контроль Потому что Есть как бы Вообще В принципе Нормальное желание Исследовать А собственно Как у нас Наши доходы С расходами Совпадают Вот потому что Ну все таки Давайте подумаем Так вот Над одной Над одной цифрой У нас Теневых зарплат В нашей славной Российской Федерации 13% ВВП Это в общем Как-то не слабо То которое Вообще Никуда И поэтому Действительно Для налоговой службы Большой вопрос Вот скажем Все ведь Бизнесмены Да и Мы Бедные Грешные Говорим Что у нас Троховые взносы Зашкаливают Это кошмар 43% Вместе С Налогом На Доходы Физических Лиц Надо Платить По фонду Заработной Платы Это В общем Сильно Превышает Примерно В 2-3 раза Средние Параметры По миру В целом Но Надо бы Снижать А вот как Снижать Когда вот Такая вот Доля Теневой Заработной Платы Это Практически 13 с лишним Триллионов Рублей В год Вот Но Если По 18 Году Тогда Считал Росстат 13% И вот Это То что Вот Этим Самым Кошелькам Это Вот Просто Один Из Инструментов Такое Да Который Позволил Бы В принципе Федеральной Налоговой Службе И вообще Всем нашим Финансовым Властям Понять Ну а вот Как Расходы С доходами Сочетаются Где У кого Каким Образом Как Поэтому С одной Стороны Это Вот Как Выглядит Так Ошеломляюще Но Теперь Будут Еще Электронные Кошельки Завязать А С другой Стороны Понятно Что В принципе С точки Звения Вот Таких Больших Государственных Дел Ну вот Это Собственно Одна Из Небольших Гарантий К тому Чтобы А может И больших Посмотрим Как Получится Дело Чтобы Мы очень часто В федеральную Налоговую службу Вот так Вот Мы езжаем Что Они Это Придумали Это Придумали У них Куча Секих Цифровых Решений Туда Сюда И Все Это Выглядит Более Менее Обоснованно Вот Какие На 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 самом Деле По Большому Счету Такие Печатления Возникают Это Понятно И Они Всегда Будут Возникать Потому Что Налоги Никогда Не Бывают Хорошими Они Бывают Либо Плохими Либо Очень Плохими Вот Но Вот Эти Вот Вещи Которые Они Сейчас Делают Это Все Таки На самом Деле Попытка Найти Какой-то Такой Коридор Действий Который Не позволил Бо Пошлить Налог Вот Не позволил Бо И все Потому Что Обеление Этих Самых Налогов На Доходы Физических Лид Задужат Вот Извините Если Хотя Бо Триллиона В год Мы Начнем Вытаскивать Из пенни Это Другие Вещи Не надо Так Добрать Это И Искусство Налогов Администрировано Ну А Что Касается Дел По Кошелькам История Это Давняя Она Еще Летняя И Ничего Чрезвычайно Нового Мы Не Услышали Потому Что По Поправке По Закону Национальной Платежной Системы Которые Позволяли Быть Налоговикам Достаточно Тщательно Исследовать А что У вас С кошельками Это Еще 26 июля Было Сделано Прошлый Год Ну А Что Касается Еще Граждан То Здесь Мы Можем Конечно Много Раз Уповать Ну Вот Какие Налоговики Плохие Мучиши Плохиши Но Мы Должны Понимать Что Извините Чем Больше Контроля За Кошельками Тем На самом Деле Еще Возможности Нам Засечь И потом Наказать Мошенников Потому что Параллельно К сожалению С теми Цифровыми Финансовыми Сервисами Развивается И Естественно Вот это Вот вторая Сторона Дела Хакеры Мошенники Атаки Хищение И так далее И тому подобное Поэтому Здесь я думаю Что надо набраться Просто-напросто Терпения Посмотреть Так сказать А что же На самом деле Получится Весьма Возможно Что я Знаете Вот сейчас С утра Пораньше Оптимистически Очень настроен Вот Может быть Да Может быть Ситуация Хуже Будет Давайте Просто Посмотрим И не будем Вот сейчас Вестись На всякие Разные Вот такие Подозрения Что у нас В очередной Раз Хотят Нагреть Я пытаюсь Понять Каким образом Это поможет Не увеличивать Нагрузку Ну вот Например Это первый вопрос И второе Собственно говоря А вот Те Расследования Которые Периодически Происходят И находят У государственных Чиновников Огромные Суммы И с учетом Того Что Есть Поправочка Что эти Чиновники В базах Называются Оборвалки Каким образом Это все Их Обелит Потому что Насколько я Се понимаю Зарплаты В черной Это точно Не у медсестры И не Даже страшно Сказать У какого-нибудь Постового Гаишника Где-нибудь У Рюпински А В черной Зоне Находятся Вот как раз Те самые Персонажи У которых Почему-то Оказываются Слитки золота Как я просто Пытаюсь Ну знаете Персонажи Все-таки Это не Не в целом 13 триллионов Предположим Так сказать У них Несколько Сотен Миллиардов И для этого Есть Ну естественно Не столько Федеральная Налоговая служба Хотя Там все На самом деле Понятно Там просто Нужна политическая Воля Включение Таких Ресурсов Ну мы же Видим Как человек Живет Куда он Тратит Куда он Едет Ну надо Решать Не можно Это же просто Такой-то Полковник ФСБ Иметь 13 или 15 Миллиардов Рублей В отличном Сейфе И примерно Это все понятно Здесь Это как бы Другое А вот А вот Что касается Налоговиков Извините Да ничего То здесь уже Конечно Да Потому что Вот Проблема Она Очень простая Вот Либо мы Повышаем Налоги Потому что Нам надо Вот это Нам надо Инфраструктуру Дороги Туда-сюда Потому что Мы уже в прошлом году Повысили НДС Получили Мягко говоря Не слишком Хорошие Результаты Для экономики В целом Вот Либо мы все-таки Начинаем заниматься тем Чем должен заниматься Вот Есть Собственно говоря Вот это вот Огромное количество Теневых зарплат Вот если вы Это начинаете Вытаскивать То стало быть У вас Получается В бюджете Заполнительный ресурс И собственно А зачем Повышать Когда вот Они приходят Они так сказать Белую платят Они просто платят Налоги Это Это серьезно Потому что Эта проблема Она для всех Экономит мира Собственно Существенно Для нас может быть Чуть-чуть больше Чем для многих других Вот И тогда мы начинаем Смотреть А что же мы можем Вообще сделать Чтобы люди-то вышли Так сказать Из тени Это потому что Знаете Это уже Очень системная штука Начинаем вроде Как бы Себе вот Ставим рубеж А не будем Повышать налоги Будем Выводить их из тени А как выводить А что надо им сделать А как помочь Расстрелы надо Самое самое Ну нет Ну нет Ну нет Не расстрелы Просто надо Предпринимателю Создать нормальный климат Инвестиционный Деловой Чтобы он не бежал Чтобы ему было выгодно Работать в белом Вот и все Понятно Спасибо Спасибо большое На связи со студией Серебряного дождя Был ведущий эксперт Института современного развития Экономист Никита Иванович Масленников Я думаю Что его кстати говоря Надо бы в студию позвать Подробнее эту тему Тоже в целом Обсудить Пока Друзья А я напомню 730-101 Нам приходят Вот такие сообщения Некоторые В том числе С просьбой Об анонимности Да Мы обещаем Что да Вот Но текст такой Чтобы проверить выписку налоговой Требуется просто Электронный запрос Направить Вне рамок Проведения налоговых проверок Даже оснований Особых не требуется Как сотрудник банка Работающий с обменом данными С ФНС Делаем такие запросы Тысячами в день Абсолютно правильно В ответ Спасибо вам За это подтверждение Потому что я Там 10 минут назад Сказал что Получить доступ К вашим счетам Особых проблем Для службы безопасности Частной организации Не является сегодня Какой-либо проблемой Александр из Нижнего Доброе утро Я не против Показать весь свой доход И платить налоги Я против платить деньги В карман кучки лиц У обычных людей Нет ощущения прозрачности И справедливости Распределения бюджетов Те не будут до последнего Пишет Александр Еще раз говорю 13 триллионов Это не какая-то Это не вывод Вот этих самозанятых У нас уже вот эта езда По ушам Про самозанятых Что-то она как-то спала Где же эти наши самозанятые Где у нас эти 15 миллионов Самозанятых Которые Оказывают друг другу Физические лица Услуги Что-то их нет В прошлом году Зарегистрировалось Извините там сколько 260 тысяч То при том что половина Из них Только половина Из них оказалось Новых Ввели этот новый Соответственно Подписан указ Что в 19 регионах Опять этот эксперимент Продолжен Расширен На 19 регионов Где эти толпы Самозанятых Я хочу их просто увидеть Эти 15 миллионов Эти самых занятых Эти 13 триллионов Это извините Государственные зарплаты Это зарплаты Государственных чиновников И полковники Захарченко Со слитками Появляются Не от Перевода денег С карты на карту И никакой взаимосвязи Между Повышенным контролем И прозрачностью К снижению налогов Или их увеличения Не имеет У нас бюджет Захлебывается От денег И повышать НДС Не надо было И увеличивать Пенсионный возраст Не надо было Потому что денег Хоть залезет Другое дело На что они пускаются Эти фонды И поэтому Извините Не надо ставить Телегу Впереди лошади Попросту говоря Потому что никакой Более того Налоговая служба Ни при каких обстоятельствах Не выходит С инициативами У нее нет такой функции С законодательных инициатив Налоговая служба Как хороший палач Она рубит головы У нее работа такая Грязная или не грязная Она исполняет закон Она исполняет его И поэтому от того Что у налоговики Сейчас рисуют Большое количество Кружочков Вокруг Наших голов Или вокруг Наших семей Это никакой Взаимосвязи К снижению налогов Это ровно Диаметрально Противоположно Это к увеличению Налогового давления Попросту К большей прозрачности Прозрачности Обычных граждан От оборвалгов Вот в этом Основная проблема Что те Кто реально Получают эти доходы И кладут золотые слитки Как раз находятся В тени И будут находиться В тени И они устанавливают Правила Для тех Кто находится За стенами Посадских Кремлей И куда сбрасываются Нечистоты Вот в чем Основная проблема Ну вот Рома Из Перми Пишет нам о том Что доброе утро Если бы государство Показывало Куда оно тратит И чтобы мы могли влиять На что тратить То И от налогов Мы не бегали 730-101 Телефон прямого эфира Друзья Есть еще Тема Которую хочется Обсудить вместе с вами Пишите Звоните Про видеотрансляцию Не забывайте Потапенко Будет Всем доброе утро Подключайтесь к нам Тема Алкоголики Тунеядцы И дебоширы Да В МВД Предложили запретить Продажу Спиртного В поездах В самолетах Поможет ли это Так Смотрите Ужесточение санкций Объясняют Именно Борьбой С Дебоширами Утверждает В МВД Что Вот это вот Предыдущее Все ужесточения Никаким образом Не помогают Справиться с ситуацией На транспорте И следует Ввести полный запрет На продажу Алкогольных напитков В поездах Дальнего следования И в самолетах Накануне Об этом В интервью Газете Гудок Заявил Начальник Главного управления На транспорте МВД России Генерал-лейтенант Полиции Дмитрий Шарабаров Процитируем Генерал-лейтенанта Выросли штрафы Появились черные списки А у экипажей Дополнительные полномочия Но Дебоширов Не становится меньше Все правонарушения Подобного рода Происходят На почве Употребления Алкоголя Поэтому Решение проблемы В ограничении Его свободной продажи На объектах Транспорта И исключении Допуска К поездке Или к полету Лиц Которые находятся В нетрезвом Состоянии По его словам Доля преступлений Которые были квалифицированы Как хулиганство На транспорте При этом Не высока Это при этом Слова же самого Генерал-лейтенанта Однако Только в девятнадцатом году Наряды полиции Сняли с поездов Дальнего следования Более Шестнадцати тысяч Пьяных Пассажиров Которые нарушали Общественный порядок Не допустили При этом К поездкам Из-за Соответственно Состояния Алкогольного опьянения В прошлом году Почти Трех тысяч граждан Так Я пытаюсь Связать На мой взгляд Несвязанные вещи То есть Что Не будем продавать Где В самолетах И в поездах Ну хорошо Насколько я знаю Этого сейчас И так не делается Да Ну если вы конечно Не летите Например Какой-то иностранной Авиакомпании Да Там продается Ну даже Хорошо В бизнес классе Подают Алкоголь В небольших дозах Я летал С несколькими Персонажами Весьма известными Которые умудрялись Там Накидаться И Подебоширить Скажем так Ну пусть Без посадки В промежуточном Аэропорту Что будем С поездами То делать Я пытаюсь Понять Мы Прифронтовую зону Организуем Вокруг Вокзалов Ну вот Дорогие наши Радиослушатели Особенно те Кстати говоря Кто был свидетелем Например Какой-то пьяной выходки В самолете Да В самолете Или в поезде У нас же огромное количество Вот этих видео Появляется Последнее время Вот подобного рода Мера Она поможет справиться С дебоширами Или вы считаете Что здесь нужны Какие-то другие Возврат дембелей Всегда непросто То Да Не ну потому что Самолеты Хорошо Это такая редкая На мой взгляд История Которая Периодически Происходит Очень правильно Вносят В черные списки Там прямая Идентификация Но есть Вот Классика жанра Это возврат дембелей Которые могут Набросаться Причем Здесь Отсутствие Продажи Алкоголя В поездах Там и так Их не продают На вокзалах Да Простите Тоже Насколько я понимаю Не продают И в основном Если говорить Про алкоголь Им будут Торговать Около Скажем так Военных комиссариатов Нет Ну военных комиссариатов Вряд ли А вот В районе частей Будут торговать Бабушки На связи со студией Серебряного дождя Председатель Союза пассажиров России Член общественного совета При Минтрансе Российской Федерации Кирилл Вадимович Юнков Кирилл Вадимович Доброе утро Доброе утро Что предлагается И Насколько это поможет Потому что Насколько я себе понимаю У нас Не Ну в самолетах По-моему Только в бизнес-классе Алкоголь Предлагают А В Аэропортах Алкоголя Как такового Нету И в поездах Вроде алкоголя Тоже нету Или как-то По-другому Сейчас все происходит Нет Это не так В аэропортах Алкоголь Есть Он есть И в магазинах Беспошлиной торговли В виде бутылок И он есть И в заведениях Общественного питания Которые расположены В аэропортах В поездах В вагонах Ресторанах Также алкоголь Есть Что касается Предложения Все запретить Но тут же Проблема такая Многоаспектная Понимаете В тех же самолетах Наша авиация Является игроком На глобальном рынке Да Условно говоря Пассажиры Которым надо лететь Из Индии В Канаду Могут выбрать Аэрофлот И лететь через Москву Могут выбрать Там ли Европейскую Авиакомпанию Или компанию Из Персидского залива И лететь Другим маршрутом И если мы Все запретим У себя Мы немножко В таких Вариантах Будем проигрывать Тут это вот Что надо учитывать Надо учитывать Не только Те конечно Вопиющие случаи Когда люди Напиваются И хулигарят Это у нас было И к сожалению есть Надо учитывать Что в плане Авиации Мы игроки На глобальном рынке Поэтому я не стал Бы так огульно Подходить к тому Чтобы все запретить Все таки Ну Доля людей Которые Напиваются В самолете Или напиваются В аэропорту И хулиганят Она очень низка И есть Достаточно средств Сейчас даже Могут проводники Бортпроводники Применять Спецсредства Как известно На борту самолета Есть достаточно средств Для того Чтобы этих людей Призывать к ответственности И к немаленькой ответственности Если из-за такого человека Допустим Самолет Осуществляет Вынужденную посадку Что касается Алкоголя В поездах Ну это действительно Наша внутренняя проблема Тут у нас нет Такой Тут мы не участвуем В глобальной конкуренции Ну проблема сложная Потому что К сожалению Люди найдут Где выпить Когда едут В поезде И в вагонах Да И если мы Просто это Все запретим Но это не значит Что мы Исключим Случаи хулиганства Наверное В поездах Нужно тоже Повышать Уровень ответственности Пассажиров Возможно Что и В поездах Должны У членов Поездной бригады Появиться Какие-то Спецсредства Как у Бортпроводников В самолетах Вопрос не в том Чтобы Все запретить Вопрос в том Чтобы люди Учились Использовать Те же возможности Выпить алкоголь Да Без того Чтобы наносить Ущерб Общественному порядку Как известно Алкоголь в нашей стране Выпищали В 1914 году Был принят Сухой закон И алкоголя Официально Нигде не было Всю первую Мировую войну Потом всю революцию Но и как мы знаем Это не мешало Людям Все равно Алкоголь находить Все равно Это было Источником Безобразии Потом От этого Отказались В Соединенных Штатах Америки Сухой закон Действовал 15 лет Вообще Легально Нигде Алкоголя Не было Потом Тоже Поняли Что это Неэффективно И от этого Отказались Поэтому Я не сторонник Того Чтобы все Запрещать В тех Рамках В которых Он есть А именно В вагоне Ресторане В поезде Или в аэропорту Или в бизнес Классе Авиакомпаний Мне кажется Несколько Преувеличиваются Негативные Последствия От того Что Там Можно Купить И что-то Выпить Ну да Особенно Я честно говоря Все могу представить Ну запретили Я не помню Просто Извините Вагон ресторана Я несколько раз Возвращался С дембелями И как-то Вагон ресторана Я там не особо Замечал Обычно Там плацкарта И вот Не везде Это присутствует Но они как-то Умудрялись Дойти До положения Рис И там Даже приходится Вызывать ОМОН Иногда На промежуточные Станции Дабы их хоть как-то там Успокоить Я боюсь Что вот просто Я физически Просто не представляю Как поможет Запрет Алкоголя Именно на транспорте На самолете Ну вернется На поездах Вот это меня Как-то Когнитивный диссонанс Как это говорится Между реальностью И Благожеланием Просто запретить Я боюсь Что это неисполнимо В поездах Конечно Кто захочет выпить Тот найдет Даже если Это не будет легально Продаваться Вагоне ресторана Ну да Понятно Спасибо На связи со студией Серебряного дождя Был Кирилл Янков Председатель союза пассажиров Россия Член общественного совета При Минтрансе РФ Ну вот смотри Нам слушают Да-да-да Алкоголь запретить Сумки проверять Действительно Сделаем зону Еще и из поездов И из самолетов Кто хочет Тот найдет Пишут наши слушатели Я не понимаю Почему должны страдать Все Ребят давайте так Не просто Меня тоже возмущает Действительно Я не понимаю Почему из-за одного человека У которого нет культуры Потребления алкоголя И он не воспитан Должны страдать все остальные Но давайте Вот на ваш взгляд Действенные меры Вот у нас есть Черный список Возможность поднять И очень серьезно Поднять штрафы Для дебоширов Ну если людей нельзя Воспитать В данном случае Ну почему Понимаешь Вот мы все Мы все пытаемся Мы считаем Что это делается Какими-то Репрессивными мерами Меня что тревожит Извините За Давай-давай В год Пятидесятилетия Себя любимого Давай-давай Я из года в год Из Вождя в вождел Вижу только один подход Вожди меняются Благо я их уже там Запретить ты имеешь Запретить И что Наказать Запретить А при этом Все равно происходит Я с тобой полностью согласна Ты знаешь Что я категорически Против репрессивных мер Но я еще раз повторю Я хочу чтобы мы Да попробовали Вырулить сейчас На какой-то конструктив Если не это То что А ты знаешь Я вот Я наблюдаю Я регулярно привожу Пример Зарубежных стран По странному стечению Обстоятельств Там алкоголь Очень доступен Крепкий алкоголь Доступен просто Офигительно Я приводил пример Что в Соединенных Штатах 90% спирт Продается в обычном Волмаре Да ты рассказывал И мы его покупаем Я не помню сколько он стоит По-моему там 2 доллара И кто там сейчас В Штатах Напишите сколько он стоит Это пол-литровая бутылка Почему-то там Никто не делает Какую-то клюковку Никто-то На ней не удалбливается И вот Почему Поясните мне Это вопрос культуры Это вопрос В первую очередь Культуры государства Если государственные Мужи Себя ставят выше И опять-таки Изображают из себя Обервалгов Которые С челядью Вот как Я вот слышу Извините Вернусь к этому парку Мечты Вот это вот знаешь Я просто вижу Вот этот информационный фонд Тут некоторые удивляются Почему меня Как это Как это говорят Бомбет На вашем языке Меня не бомбит Меня возмущает Прямая неприкрытая ложь И использование Детских эмоций В таких низменных Абсолютно Чувствах Соответственно Использование Для себя Любимых И вот это Пренебрежительное Такое отношение Ко всей челяди Типа я тут Торговый центр Построил А здесь все Красиво И у меня нет Никаких Коннотаций С Диснейлендом Есть у тебя Эти коннотации И обращаешься Ты с людьми По-хамски И поэтому Ты получишь В ответочку Она будет Она просто будет Людская Все будет То же самое Уже проходили Это просто вопрос Времени Так вот Возвращаясь Есть ли другие Варианты Работы Есть конечно Не надо ли Людей сначала Загонять В дикий стресс Чтобы они потом Уходили в алкогольный Дурман Да это сложная Долгая история Но она не будет По другому Ты понимаешь Что это Даже не десятилетия Я понимаю Еще раз говорю В день своего Пятидесяти В год своего Пятидесятилетия Я вижу Что меняясь Вожди Они Хорошо Если нам нужны Изменения Быстро и сейчас Вот подожди Любимый Сингапур Любимый Сингапур С драконовскими штрафами Которые за 10 лет Страну Серьезно поменяли И продолжают Это делать Ты понимаешь Драконы Помимо драконовских Штрафов Нужен уровень жизни Который нужно Поднимать Абсолютно верно Более того Есть где поработать Есть где развлечься То есть У тебя культуру Прививая Помимо того Что есть Драконовское ограничение У тебя есть Альтернативный подход Есть альтернативное видение У тебя альтернативная жизнь А какая Я не сильно оправдываю Дембелей Которые громят Поезда РЖД А какая у них Альтернатива Вот почему Все уходят В алкогольный дурман И в наркоту И все остальное Именно по причине Того что Сталкиваясь С реальностью Им нужна другая реальность И они ее все создают Кто-то уходит В компьютерную реальность А мы все удивляемся И мы разделяем Алкогольный дурман И компьютерную реальность И говорим А что это у нас так происходит Именно происходит По причине того Что нет реальной жизни Почему есть дом 2 Да потому что У тебя своей жизни нету Все даст Объяснение Примитивное И люди Из года в год То есть Власти из года в год Десятилетия Создают Этот посыл К альтернативной реальности И мы ее получаем Вот смотри Несколько таких сообщений Успеем до перерыва Валерий пишет Летаю постоянно в Европу Люфтганза На выбор есть любой алкоголь Бесплатно Даже в эконом-классе Всегда все в порядке Основные проблемы Это когда люди летают на отдых И самолет для них Это уже начало отдыха Где все начинают отдыхать По принципу All inclusive И вот такое сообщение А я вот согласна с Дмитрием Да В общем-то Уровень может быть И надо поднимать жизни Но и уровень культуры тоже Когда человек год горбатится Для того, чтобы один раз выехать В отпуск куда-нибудь в Турцию Он себя хочет почувствовать Как минимум тем чиновником Которого он видит по телевизору И отсюда все проблемы Конечно Пружина разжимается И вот тут пишут Как научить наших людей Не быть быдлом Пишет Дмитрий из Тюмени Не надо просто обращаться с людьми Как с быдлом И все встанет на свои места Друзья, у нас еще будет время Для того, чтобы принимать ваши звонки По этой теме 730-101 Звоните, пишите Не забывайте про видеотрансляцию Потапенко будет Итак МВД предложило запретить Продажу спиртного В поездах и самолетах Ужесточение санкций Против дебоширов Не облегчает ситуацию На транспорте Следует ввести полный запрет На продажу алкоголя В поездах Дальнее уследование и самолетах Об этом сообщил Генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шароваров Вот смотри Дмитрий Валерьевич Пишет наш постоянный слушатель Олег Сергеевич Это по поводу того Что возможно Штрафы Высказывают Что уровень жизни Надо поднимать людей А не репрессивные Я бы даже не сказал Что уровень жизни А у социальной активности Потому что уровень жизни Одно потянется Все воспринимают уровень жизни Просто тупо бабла налить Ну вот Олег Сергеевич Пишин Да что ж такое У многих отпуск раз-два в год Но одни спокойно И корректно себя ведут В общем пространстве Другие На показ Буробят Причем здесь это Только воспитание И корректная Своевременная реакция Сотрудников Правопорядка Попробуй дебоширить В любой стране ЕС Тут же нахлобучит Боюсь что Если мы с вами сейчас Самолет тебя снимут И в черный список Внесут в суши В самолет В самолет Да И штрафы кстати будут Ой-ой-ой какие В самолет да Но я боюсь что На октоберфюсте Как-то Нет милый Ну ты пространство Ты не путай Это конкретное место Конкретный стиль У этого Конкретная цель Ну вот объясни мне пожалуйста Почему я Воспитанный человек Не буду иметь возможности Отправляюсь с любимого в Таиланд Выпить бокал шампанского Потому что кто-то Не умеет себя В самолете везти Ну почему Так должно быть Я понимаю Я понимаю что Интересы отстаиваешь Да Вот общая группа людей И про культуру Я понимаю Но я при этом Тоже не должна страдать Ты не должна страдать Но ты все равно будешь страдать В данном случае Просто я пока не вижу других мер Кроме черного списка И штрафов Нет Просто понимаешь Ты все равно будешь страдать Дело все в том Что опять-таки Если Сейх персонаж Дебошир окажется Сексивой То ты все равно пострадаешь Потому что опять-таки Ну это мы сейчас Да Это мы сейчас вообще Во всю систему И суды И то что законы придумали Конечно Общество построенное На принципе Дифференциации цвета штанов Изначально обречено Что такие интеллигенты Недобитые В виде вас Которые желающие Нет что вы что Вы такой же быдло как и вы Помнишь как в старом анекдоте Желающие выпить Видите ли Бокальчик Бокальчик моет Шадон Видите ли С любимым Понимаете Ездили в Таиланд Нет уж Будьте любезны Курочку разложили Яйки разложили И в Краснодар И в Краснодар Вадим нам пишет Главное не драконовские штрафы А если штрафы То для всех Это к твоей реплике Про человека с Естественно Потому что человек с ксивой Избежит этого 730 101 Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Алло Здравствуйте Здрасте Я в эфире? Да-да-да Вы в эфире Ой Наконец-то Даллас дозвонился Очень приятно С вами пообщаться По поводу темы Могу сказать одно Что К огромному сожалению Главный вопрос Это всегда была культура И остается культура Вот Но к огромному сожалению Запретительные меры Оказывал Что повышение штрафов Не ведут ни к чему Спасибо Спасибо Принято 730 101 Власти нас не воспринимают Как общество А воспринимают Как быдло Один провинился Всем запрет Максим из Москвы У меня зрительная картинка У меня зрительная картинка Всегда Она такого феодального общества Когда есть стены Условного Посадского Кремля Где проживает Некая элитка Элитка ничуть не лучше Чем те кто Иногда даже хуже Да Иногда и хуже По своему поведению И куда вот она Нечистоты Вот в общую Сбрасывает И вот там Как-то надо выживать И вот этот общий подход Основная задача Это прорваться За стены Этого виртуального Кремля Войнович бы очень оценил Вот эту твою образность Ой, ё-моё Знаешь Я же тоже писатель Четвёртая книга Как вчера Презентовалась В Московском доме книги Я вас, кстати говоря Поздравляю с этим событием Друзья Через несколько минут В эфире Серебряного дождя Появится независимый Политолог Дмитрий Борисович Орешкин Готовьте ваши вопросы Не забывайте Про видеотрансляцию